Медиагруппа Авангард представляет Часто возникает только тогда, когда мы сталкиваемся с фродом И какая ситуация тогда частенько появляется Собственно мы оказываемся не готовы к такой ситуации Нам нужно отвечать на вопросы С другой стороны деньги теряются Нам нужно как-то реагировать Ну возникает хаос Много людей из компании начинают заниматься не своими прямыми обязанностями Не решением своих задач А начинают хаотично искать способ Как получить контроль над ситуацией Как победить мошенничество Худо, бедно как-то находится не с первого раза решение Мы получаем контроль над ситуацией Решаем проблему И что мы делаем? Мы забываем об инциденте Как будто его и не было Наше сознание так делает И успокаиваемся, живем спокойно Вернулись в свое русло А потом повторяется инцидент Возникает новая какая-то ситуация Новое мошенничество И мы опять же встаем перед лицом тех же самых вопросов Не помним, как мы решали в прошлую раз задачу И круг повторяется Вот мы в своей компании поняли, что такой подход нас не совсем устраивает И начали нарабатывать практику управления инцидентами То есть обработки мошеннических ситуаций И сегодня об этом я хотел с вами поговорить Поделиться нашей практикой управления инцидентами Которые связаны с мошенническими действиями Пойдем мы по достаточно простому И линейному плану Сначала мы сделаем обзор Что такое инцидент менеджмент Зачем он нам нужен Его общую структуру Потом мы немножко погрузимся В детали этого процесса И под конец я расскажу несколько аспектов Которые на мой взгляд достаточно важны в этом деле Итак Зачем нам нужен инцидент менеджмент Ну прежде всего мы хотим избавиться От хаоса Который возникает при появлении инцидентов Мы хотим сделать так Чтобы обработка инцидентов Шла по нормальному предсказуемому руслу Чтобы это все органично встраивалось В процесс работы компании При этом мы не хотим тратить На обработку инцидентов слишком много ресурсов Мы хотим минимизировать затраты На обработку инцидентов При этом нам надо минимизировать Негативные воздействия инцидентов Плюс к тому Мы изначально хотели построить такой процесс Который будет сам себя совершенствовать То есть вывести его на достаточно высокий Уровень зрелости И для этого нам нужен процесс извлечения уроков Из того, что мы обработали И постоянно совершенствование Исходя из того, что мы изучили И еще нам важно быть прозрачными Для всех заинтересованных сторон в компании И на самом деле не только в компании Итак, в ходе нашей достаточно длительной практики Управления инцидентами Мы пришли к такому вот процессу Который сейчас на слайде отображен Существуют различные события Они постоянно происходят И эти события могут потенциально быть инцидентами И в компании есть множество различных источников Информации об этих событиях Все, что нам нужно Это сесть рядом с этими источниками И проверять все эти события На предмет того, является ли это событие инцидентом Или нет Примером такого источника Может быть система антифрода Которая находит подозрительные операции И поставляет нашим специалистам Фрод-мониторинга На то, чтобы они по определенной процедуре Проверили эти операции Связались с клиентом И подтвердили или опровергли факт фрода Вот если он подтверждает факт фрода Все, у нас выявлен инцидент И автоматически инициируется процедура обработки инцидента И что делает сотрудник первым делом? Он на самом деле просто откладывает всю свою работу Все задачи, которые у него стоят И занимается только тем, что тушит пожар Так мы назвали этот процесс То есть мы предпринимаем все самые важные Оперативно необходимые для принятия меры После того, как пожар потушен Стало уже менее все критично Тогда мы переходим к обработке инцидента Уже в плановом режиме Когда собирается команда Строятся какие-то планы, задачи Распределяются и выполняются И после того, как план выполнен Мы не закрываем инцидент Мы переходим к этапу извлечения уроков То есть мы задаем себе неудобные вопросы Что же мы сделали не так И почему мы отработали не так хорошо, как хотелось бы Находим резервы для развития И ставим их в план нашей работы Вот, собственно, наш процесс А теперь подробнее Тушение пожаров Почему это важно? Наша практика показывает, что от того, насколько оперативно И эффективно мы примем меры в первые минуты выявления фрода Зачастую зависит 50, как минимум, процентов успеха обработки инцидентов Успеем ли мы спасти деньги клиенты или не успеем? Вернем ли мы деньги, которые успели уйти куда-то там или не успеем? Найдем ли мы потенциальных других пострадавших клиентов, которые в тени сейчас находятся И спасти их деньги или не успеем? Вот как бы самое важное на первом этапе Не заниматься ничем, кроме как выполнить первый первичный набор мероприятий По купированию негативного воздействия инцидента И этим занимается тот человек, который выявил инцидент Наша задача помочь этому человеку И у нас разработаны инструменты, которые наиболее часто используются для реагирования Плюс у нас есть некоторые инструкции Мы сообщаем и учим сотрудников, какие меры они могут предпринять Что действенно, что не действенно в различных сценариях И по факту это достаточно хорошо работает Рано или поздно возникает у сотрудника свободная минутка И вместо того, чтобы идти пить чай или расслабляться Сотрудник занимается фиксацией инцидента И заполнением информации об этом инциденте Это очень важный, на наш взгляд, процесс Потому что чем больше информации у нас есть об инциденте Тем лучше мы его обработаем, не забудем чего-то там важного И с другой стороны потом для совершенствования процесса Это очень важно, для проблем менеджмента И у себя мы используем систему Jira Она у нас в компании достаточно сильно распространена Мы создали отдельный проект И каждая новая заявка в этом проекте – это отдельный инцидент У нас есть workflow для заявок Который автоматизирует путь обработки инцидентов Это помогает нам обрабатывать инциденты в соответствии с принятым у нас процессом Плюс мы уделили большое внимание структурированию информации То есть помимо того, что человек может просто в свободном виде ввести данные про инцидент У нас есть множество различных полей и множество различных классификаций Которые нужно вводить Сумма ущерба, сумма спасенных денежных средств Сценарий мошенничества Тип пострадавшего клиента Множество полей мы забиваем И соответственно сотрудник в свободную минутку забивает данные об инциденте в соответствующую заявку После того, как все меры приняты Инцидент заведен Вся информация указана Со спокойной душой Человек нажимает кнопочку Пожар потушен И инцидент переходит на следующий этап обработки Обработка в плановом режиме И здесь я хочу начать с такого параметра Термина как владелец Кто такой владелец инцидента? Это тот человек, который отвечает за ведение инцидентов В соответствии с принятым у нас регламентом обработки инцидентов Этот человек собирает рабочую группу Определяет приоритет Он смотрит за тем, чтобы реализовывался план обработки инцидентов Он отвечает за информирование заинтересованных сторон И за документирование инцидента В принципе он отвечает за то, чтобы инцидент обрабатывался в полном соответствии с нашими практиками И этот владелец по ходу обработки инцидента может меняться. Например, на старте и на этапе тушения инцидента я говорил, что у нас работает специалист фрод-мониторинга, но специалист фрод-мониторинга не может уделять времени на обработку инцидента на всем его жизненном цикле, и он должен мониторить подозрительные транзакции. Поэтому, когда пожар потушен, происходит формальная передача инцидента другим сотрудникам службы информационной безопасности. Что еще важно? Не все инциденты одинаково требуют к себе внимания. Часть инцидентов могут обрабатываться в обычном рабочем режиме, и при этом их негативное воздействие не будет расширяться. Поэтому мы определяем критичность инцидента данного типа как обычный. Что это означает? Что задачи, которые необходимо сделать для обработки данного инцидента, они просто встраиваются в бэклог службы информационной безопасности и на общих основаниях конкурируют со всеми остальными задачами. Дойдет время, мы выполним. Не дойдет, все решает приоритеты. Если же инцидент горячий, и нам нужно приоритетно работать над ним, мы повышаем его критичность до высокого, и задачи начинают вытеснять. Задачи по обработке этого инцидента начинают вытеснять все остальные задачи из нашего бэклога. Автоматически мы начинаем заниматься этим инцидентом. Ну и если происходит катастрофа, и нам надо бежать и заниматься инцидентом, то мы присваиваем ему критичность блокирующую. Это означает, что мы просто все бросаем. Ночь, не ночь, вечер мы просто занимаемся обработкой инцидента. И опять же, критичность в течение жизненного цикла обработки инцидента может меняться. То есть на этапе тушения пожара это может быть блокирующая, а потом уже может снижаться статус. Что делает владелец инцидента? Он собирает рабочую группу, которая состоит из различных сотрудников, которые в силу своих полномочий, компетенций, навыков могут помочь в обработке инцидентов. Мы понимаем, что сложные инциденты очень сложно обрабатывать одному человеку. Поэтому нужна рабочая команда, рабочая группа. Но очень важно, чтобы эта рабочая группа не превращалась в огромное сборище людей. Инциденты это достаточно такая драйвовая вещь, и ей хотят позаниматься практически все сотрудники, как минимум, службы информационной безопасности. Если не удерживать, то вся служба информационной безопасности входит в состав рабочей группы. Это тормозит процессы, и в принципе начинается балаган. Поэтому нужно делать так, чтобы рабочая группа была маленькая, компактная. Рабочая группа собирается, создает план, расписывает задачи, указывает ответственных, указывает сроки, и владелец инцидента следит за тем, чтобы все это дело выполнялось в соответствии с планом. Что хочется отметить по плану? То, что, во-первых, нужно уделять огромное внимание расследованию инцидента. То есть часто мы замечаем, что инциденты не расследуются в должной мере. То есть не восстанавливается вся картина происшествия, мотивация злоумышленников, возможный круг теневых жертв, мошенничество и так далее. И это все мешает выстроить наиболее оптимальный план реагирования. Плюс не позволяет нам придумывать какие-то меры по тому, чтобы проактивно противодействовать мошенничеству. Поэтому расследование – это то, что должно быть первым пунктом плана реагирования, и на это нужно уделять время. И еще важно по плану, по ходу нарабатывания практики, когда вы начинаете обрабатывать инцидент один за другим, у вас получаются какие-то шаблоны обработки инцидентов. Ни в коем случае нельзя пренебрегать тем, чтобы эти шаблоны где-то запоминать, а потом использовать, переиспользовать. Соответственно, каждый раз вы будете инциденты обрабатывать уже как наработанные такие практики. То, что я и хотел сказать. После того, как мы выполнили план, по сути, мы можем закрывать инцидент. Но нет, мы помним, что мы должны обеспечить совершенствование и в следующий раз работать еще лучше, чем сейчас. Поэтому мы собираем команду и проводим ретроспективу. Мы задаем себе неудобные вопросы, а что же мы сделали не так, где мы могли дожать, докрутить, что мы могли сделать, чтобы предотвратить инцидент или сделать его вероятность возникновения пореже и так далее. В итоге у нас рождается какой-то пул идей, пул задач, которые мы кидаем в бэклог службы и в соответствии с приоритетами работы постепенно решаем. Вот, собственно, и законченный цикл обработки наших инцидентов. А теперь перейдем к некоторым важным аспектам. Финсерд. Мы должны информировать Финсерд о том, что происходят инциденты и сопровождать это достаточно большим объемом информации. И на наш процесс управления инцидентами это легло достаточно органично и легко. За счет чего? По сути, нам необходимо было лишь немного адаптировать нашу Jira заявку, формат хранения информации об инциденте, и написать небольшой модуль, который в определенные этапы жизненного цикла обработки инцидентов забирает информацию из заявки, формирует JSON-запрос и отправляет в Асуев Финсерд. Все. Как бы никакого двойного ввода, все автоматически пересылается в Финсерд. Что еще? Прозрачность процесса. Тоже очень важный момент, на который нужно обращать внимание, потому что инциденты волнуют многих в компании. И если эти люди чувствуют недостаток информации, либо не доверяют этой информации, то у них там возникает несварение, они задают вопросы, и в целом вносят некоторую долю хаоса в обработку инцидентов. Поэтому одна из основных задач рабочей группы – это проводить должное, оперативное информирование всех вовлеченных в инцидент сторон. Но автоматизация здесь нам помогает. Во-первых, у Джиры есть замечательный инструментарий по информированию. И мы сделали следующим образом. На основании той информации, которую мы завели в инциденте, мы определяем тот круг лиц, которым этот инцидент будет интересен. Например, по направлению бизнеса, в котором мы выявили этот инцидент. И все, соответственно, при регистрации инцидента идет автоматическое уведомление этих лиц. При внесении каких-то существенных инцидентов также идет уведомление по электронной почте, что вот сейчас происходит вот это с инцидентом. Там все красиво помечается, какие новые данные, какие старые данные, что там изменено и так далее. Плюс у нас есть замечательные отчеты еженедельные, которые мы опять же с помощью Джиры выгружаем. Инциденты за неделю. Формируем отчет. Он сейчас большой такой. На самом деле это один маленький PDF-ник, который открывается на экране телефона сотового. Очень удобно для руководства высшего. Они смотрят на одном экране, какие у нас наиболее важные инциденты, что по ним интересно им знать. Это там суммы различные, какие-то аспекты, новые методы работы мошенников. Плюс мы выводим некоторые графики, показатели фродовой активности в бизнесах наших. Вот такие замечательные вещи. И еще одно важное наблюдение. То, что мы хотим очень быстро наращивать нашу эффективность по борьбе с мошенничеством. А для этого нужно анализировать и обрабатывать большое количество, максимальное количество инцидентов, для того, чтобы вырабатывать наиболее быстро миры реагирования. Но по умолчанию в службу информационной безопасности почему-то не все инциденты доходят. Ну, процентов 15, наверное. Поэтому мы начали занимать проактивную позицию и стали добывать информацию об инцидентах. И как мы это делаем? Сначала мы выявили основные источники информации о возникновении событий, которые могут быть инцидентами. А потом на эти источники сели, расставили контрольные точки и стали фильтровать события, выявлять инциденты. Какие это могут быть источники? Ну, я говорил, есть антифрод-система, которая блокирует транзакции. Есть обращение клиентов, которые мы просматриваем. Есть запросы правоохранительных органов, которые мы не формально выполняем, а анализируем, а что же там произошло. И как-то пытаемся восстановить ситуацию. Иногда даже помогаем проактивно правоохранительным органам, показываем, а вот смотрите, еще вот здесь вот есть случай. Вот. Мы смотрим интернет и СМИ, находим там какие-то интересные вещи. Сигналы от партнеров тоже очень важные периодически бывают. И еще мы постоянно анализируем наши транзакции, которые происходят в наших сервисах, пытаемся выявить там какие-то всплески, какие-то необычности и пытаемся это как-то объяснить. Может быть, это инцидент. Вот. И все эти источники резко увеличивают количество инцидентов на входе в этот процесс и ускоряют наш процесс эффективность процесса управления инцидентом. Часто мы можем выявить мошенничество еще до того, когда оно получило какие-то огромные размеры и не успело еще нанести нам серьезный ущерб и купировать негативные факторы на самом этапе, когда все развивается. И на этом я, пожалуй, закончу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok